Двойное торжество на этой неделе отмечают алтайские специалисты, которые во многом формируют нашу с вами реальность. Во-первых, 7 октября во всем мире чествуют архитекторов, а во-вторых, ровно 60 лет исполняется Алтайская краевая организация Союза архитекторов России. К этим знаменательным событиям в Барнауле приурочили открытие двух выставок, посвященных архитекторам-родоначальникам краевой столицы. О них, а также о мастерах, стилях и трендах современной архитектуры поговорим с известным барнаульским архитектором Александром Дерингом. Здравствуйте, Александр Федорович. Здравствуйте. Давайте, наверное, начну вот с какого вопроса. Сегодняшний архитектор – это больше художник или все-таки это инженер, то есть мастер технических наук каких-то? Такой интересный вопрос. Я думаю, что он, современный архитектор, должен быть и тем, и другим. Он должен быть и художником, и понимать, как работают конструкции. Он должен знать материалы современные, конструктивные, отделочные. Он должен понимать конструктивные расчеты. Без этого никак. Синтез творчества и расчетов. Конечно. Назовем так, зодчие, да, 18-го, 19-го, начало 20-го века. Вот они огромное наследие оставили, да, в Барнауле. А вот сегодняшние архитекторы, что можно о них сказать? Ну, я скажу, что не так уж и много сейчас вот таких практикующих архитекторов реальных, которые формируют силуэт города, архитектуру города. Но, тем не менее, существует конкуренция. И планка, которую наши отцы-основатели, так скажем, да, они задали довольно высокий уровень, высокую планку. Хотя они работали в тяжелые времена типового проектирования, когда особо-то красоты и не давали архитекторам развернуться своим талантам. Вот. А сейчас такая возможность есть. Но при этом времена, когда можно было, был всплеск, да, конца 20-го, начала 21-го века, когда можно было чудить, придумывать что-то очень много интересного. Это и построено. Сейчас архитекторы стали более прагматичными. То есть, да, нужна красота, конечно, безусловно. Но нужно и понимать экономику, нужно слушать заказчика, нужно слушать клиентов, и нужно слушать атмосферу города. Город нужно понимать, чувствовать его. Просто сама ситуация, в которой мы сейчас живем, она более прагматичная, она более, ну, не скажу, что суровая, но она такая вот несвободная, да, в плане, да, делай, что хочешь. Вот пришел, и заказчик к тебе пришел такой вот идеальный и сказал, что сделай мне вот, вот как ты считаешь, да, вот на твой взгляд, на твой вкус. Хотя такие бывают тоже заказы. 7 октября открылись две выставки. Я знаю, что вы непосредственно принимали участие в их организации, и они посвящены как раз архитекторам, родоначальникам краевой столицы. Расскажите, кому конкретно они посвящены, и почему выбраны именно эти персоны? Ну, выбраны они по тому, что Николаю Николаевичу Первушину в этом году исполнилось 100 лет. Круглая дата, юбилей. И Георгию Николаевичу мы немножко, вот 10 лет, правда, пропустили, 100-летие, но дело решили все-таки приурочить как раз и к нашему юбилею. Георгия Николаевича? Попков. Конечно, это два наших знаменитых, ну, я скажу, великих, наверное, архитекторов по местным, может быть, меркам, да, барнаульским, алтайским, но значение их довольно велико. Николай Николаевич, они разные абсолютно, архитекторы, конечно. Николай Николаевич – это такой тяжеловоз, человек, который нес тяжелый груз административный, ведь он был краевым архитектором, он при этом, он был наставником, он был человеком творческим, он был прекрасным художником, прекрасным рисовальщиком, он чувствовал архитектуру, и он был учителем по многому, даже и молодым архитектором, и он не боялся вступить в какую-то дискуссию, да, нужно поправить, рассказать, и самое главное, он умел донести до власти, да, в те времена тоже непростые были, чаяние архитекторов, их нужду, и то, что им нужно было, и транслировать мысли архитектуры, мысли архитекторов власти, с тем, чтобы можно было продвигать какие-то очень важные для города, для градостроительства, он и градостроитель все-таки тоже был, поэтому, ну и, конечно, безусловно, это его великая роль в том, что он впервые вообще за всю историю способствовал открытию и появлению у нас дома архитектора алтайской организации, он был первым председателем, он именно организовал наше отделение алтайское, которое она называлась, вот, поэтому он отец-основатель нашего алтайского отделения, поэтому вот его, конечно, роль великая. А что можно сказать о втором архитекторе? Георгий Николаевич Попков, это тоже личность очень интересная, он родился в Петербурге до революции, он был в эмиграции, он закончил Белградский университет и получил там архитектурное образование, и по призыву после войны к эмигрантам вернуться в Россию, в Советскую Россию, в СССР, Георгий Николаевич вернулся с семьей уже на родину, но ему указали, сказали, что хорошо, Москва-Петербург, давайте поднимать Сибирь, Целина, нужно поднимать архитектуру там, и предложили на выбор, он выбрал Барнаул, этот город, это не связано с тем, что здесь кто-то были из родственников и прочее, просто, ну вот, давайте в Барнаул, ну давайте в Барнаул, вот, приехал Барнаул с семьей, здесь укоренился, и, конечно, тот опыт, который он приобрел там на Западе, в Югославии, и он, кстати, успел практически поработать, вел надзор авторский за постройками, так судьба распорядила, что он довольно много построил в Венгрии, уже в социалистической Венгрии, конечно, и вот перенеся свой опыт, уже практически сюда в Барнаул, он здесь, для него открылись прямо буквально вот пути, то есть просторы, конечно, перенес опыт, да, европейский, наверное, да? Европейский опыт, да, опыт благоустройства, потому что, конечно, он очень много видел, да, все-таки Югославия, Венгрия, страны такие уже более благоустроенные, и он очень заботился, Георгий Николаевич, о том, чтобы не просто, да, появилась красивая архитектура, хотя тоже в эти времена были очень жесткие, типовое проектирование, но тем не менее мы, он построил главпочтамп, который, правда, немножко трансформировался со временем, он участвовал в проектировании, формировании площади Советов, первый микрорайон, который был у нас высоким уровнем благоустройства, он и сейчас очень интересный, он даже завоевал одну из высоких премий Совет министров, как лучший микрорайон в России, в СССР тогда, и Георгий Николаевич очень много работал над нормативными документами, которые легли потом в основу проектирования для всех остальных, и, конечно, это был учитель, я совсем немножко его застал, молодым архитектором пришел, но я его немножко помню даже, такой интеллигентный человек, очень старой школы архитектуры и образования, и все-таки он кадетский корпус закончил, очень интересная судьба. Александр Федорович, ну вот здания 18-го, 19-го, начала 20-го веков, те вот наши памятники архитектуры, наследие историческое, я думаю, что, ну вот сейчас спроси большинство барнаулицев, у них возникнут, в общем-то, одни и те же образы, да, всем известные многие здания, а вот если мы говорим о современных зданиях, я понимаю, что вы не профессиональный критик, вы в этом варитесь, и тем не менее, вот как вы считаете, какие-то из них войдут в историю? Ну, я думаю, войдут, ну, во всяком случае, те интересные ансамбли архитектурные, да, которые формируют, именно формируют силуэт города, да, которые становятся запоминающимися, ну, допустим, я могу сказать, что комплекс, жилой комплекс, он жилой общественный, Анастасия на проспекте Красноармейском, архитектор Реота Евгения, я думаю, он достоин того, чтобы стать со временем объектом культурного наследия, потому что действительно уникальный комплекс, уникальный архитектурой, силуэтом, то есть это, ну, вот как пример, допустим, да, и я думаю, что вот это, кстати, в эти памятники, памятниками, я думаю, что могут войти часть вот как раз той архитектуры, которая появилась на рубеже 20-21 века, когда появились такие очень интересные по архитектуре, по силуэту, по композиции здания, они могут быть, да, вполне. А какие тренды вот в современной архитектуре сейчас? Сложно сказать, потому что это именно о трендах, потому что архитектура сейчас разная, скорее, да, но тренд на то, чтобы она была, совмещала в себе, вот, казалось бы, классическую формулу, да, польза, прочность, красота, то есть они должны быть просто красивыми, конечно, архитектура должна быть красивой, и она должна быть функциональной и уместной для места, то есть не просто так, да, вот поставить какую-то там вот, ну, захотел я себе что-то сделать, нет, у нас в городе есть тот же градостроительный совет, который очень внимательный и очень жестко критикует вот как раз такую архитектуру, которая неуместная, да, в конкретном месте, и требования, они сейчас очень сильно повышаются, поэтому, ну, сказать о трендах, что, вот, давай стеклянная архитектура, там, или, наоборот, вся в кирпиче. Может быть, и есть какой-то превалирующий архитектурный стиль, не знаю? Нет, сейчас, конечно, наверное, есть такое, есть такое понятие, постиндустриальное, вот сейчас эпоха, да, наступает, идет, вот есть какое-то переосмысление, переваривание какого-то чистого такого модернизма, когда было только одно стекло, да, ну, то есть крайности были какие-то, металл, стекло, бетон, прочее, потом, наоборот, глухая какая-то архитектура, потом очень много было такой кирпичной архитектуры, такой, там, какой-то мы прошли период керамогранита, сайдинга. Сайдинг – это зло, конечно, страшное, которое сейчас, наверное, запретить надо окончательно его. И сейчас вот такое происходит, какое-то смешение, наверное, вот этих стилей определенных, нет какого-то такого конкретного, допустим, ретро, да, или, там, неоклассицизм, или, там, неомодернизм. Нет, я думаю, что идет какое-то такое, в общем, смешение, и выделить какое-то вот такое специальное направление, вон, очень сложно. Просто, мне кажется, сейчас архитекторы, да, стараются какое-то найти свое собственное лицо и почувствовать пульс времени. Вот нужно чувствовать это, понимать, да, в какое время ты живешь, да, и чувствовать этот, чувствовать город. Вы сами проектируете немало зданий, и чтобы почувствовать вот этот пульс города, творческий полет раскрыть, да, не ощущаете ли вы каких-то ограничений, ну, скажем так, вот из-за провинциальности нашей? Все-таки бюджет, например, столичных городов, там, Москвы, Питера, не сопоставим, да, с такими, как в Барнауле. Да, конечно, есть определенные ограничения, которые накладывают на, ну, я бы так сказал, немножко подрезают крылья, да, архитектору. То есть я бы хотел так, но, увы, у нас вот ни технологические особенности, ни финансовые не позволяют это реализовать. Да, конечно, такое бывает. И мы не, мы не можем себе позволить, например, то, что может позволить себе, скажем, Москва. И, может быть, даже, может быть, даже Екатеринбург. Потому что это совершенно разные бюджеты, разные заказчики. Да и заказчики, порой, они это тоже понимают, что, да, ну, вот, можно было сделать что-то такое. Но, тем не менее, тем не менее, идет все равно процесс какой-то переосмысления, и люди начинают понимать, вот, кстати, вообще, где-то, ну, я года два, наверное, или три назад, я так наблюдаю, произошел какой-то перелом. Перелом в сознании, в сознании заказчиков, крупных стейкхолдеров, да, наших строительных компаний, которые стали понимать, что архитектура – это все-таки очень, очень важный элемент этой жизни, этого строительного комплекса. Просто так построить сейчас это уже не, это уже не пройдет. То есть и люди, которые приобретают сейчас вот эту архитектуру, они уже покупают не просто квадратные метры, они покупают архитектуру, они покупают фасады, красоту. Произошел перелом, и это очень радостно. Ну, дай Бог, чтобы такая тенденция сохранялась, да. У нас два повода, очень таких важных, весомых, торжественных. И у вас сейчас есть возможность поздравить своих коллег, может быть, вы что-то пожелаете им? Да, конечно, я хочу поздравить всех своих коллег. Я хотел бы вспомнить наших ветеранов, которые живут сейчас, наблюдают за нами, смотрят, переживают, наверное, возможно, за нас. Хочу коллег, практикующих, которые сейчас плечо к плечу стоят фронтом архитектурным. Конечно, нашу молодежь, подрастающее поколение наших молодых архитекторов. И вот этим, с большим праздником, это действительно большой праздник, он праздник не только всемирный и просто архитекторов, а праздник нашей организации, да, у нее юбилей. И пожелать всем, конечно, здоровья, оптимизма и побольше хороших, красивых проектов. Спасибо большое за ваши ответы. А я напомню, что сегодня с известным барнаульским архитектором Александром Дерингом мы говорили о тенденциях в современной архитектуре и о двух выставках, которые открылись в связи со Всемирным днем архитектуры и юбилеем нашей Алтайской краевой организации «Союза архитекторов». До свидания.